Так, всем привет, ребята, это Шахматный Феникс, и это отложенный тур номер 4, где Вова Михайловский встречается с Олегом, Олегом Саламахой, и с вами Кирилл Широков и Никита Петров. Да, еще Никита хотел бы, чтобы ему показали экран. Ага. А то я вынужден комментировать, когда он льдинью. Никита много хочет. Согласен. Ну все, нажмем на паузу и дождемся этих двух великолепных шахматистов. Всем привет, ребята, мы продолжаем, и разыгран у нас центральный гамбит, или как это называется? Штанской партии. Да, и скажем пару слов о соперниках, это одна из самых интересных вывесок. Понятно, что Владимир Михайловский легкий фаворит в этом матче, ввиду того, что я недавно показал performance 2500 в Блице, ну и обыграл меня в сеансе одновременной игры. Это, конечно, очень важно. Ну шлепают, шлепают, Никит, люди, шлепают. Да, ну видимо оба сперника знают, что здесь делать, пока не Вова, судя по количеству времени на его часах. А Олег потихоньку начинает забывать. Другое дело, что вот эта вот шотландка, она достаточно тяжела до разыгрывания. Так, а как пешку держать? Обычно белые ее отдают и намекают на то, что черных... Это он предпочитает держать, все-таки я не уверен, что это хорошая идея. А что со структурой у белых? Нет, структура у белых, нет, сломбосинь, мне кажется, что Лоу неправильно играет. Сейчас просто два ноля, и у белых шикарный перевес. Два ноля, и нельзя Т5? Нет, ну два ноля, видимо, Д6 задумывается с другой стороны. Видимо, идея хода сломбосинь в том, чтобы Д6 подготовить. Не знаю, мне кажется, что у белых должно быть плохо. Два ноля, все-таки сыграло. Сейчас Д6, мне кажется, почти единственный ход. Но больше некуда ходить. Нет, просто иначе, если белые сейчас консолидируются, ферзя уведут, например, на РФ2, то партия объективно будет закончена. Нет, Никит, посмотри на позицию черного коня. Ну да, это главная проблема в штанге. И на позицию белого коня. Белый конь шикарный. Белый конь перспективнее, понимаешь? Он еще новый, он еще неопробованный. Понятно. Вот сейчас мне кажется, что Олег, я уверен, что он не сыграет, так как мне хотелось бы, чтобы он сыграл. Как? А мне хотелось бы, чтобы он сыграл конь Д2, и на ДЕ пошел бы Ф5. Он так не сыграет. Спорим, он так сыграет? Не, не сыграет. Спорим. На что? На что-то не очень значительно, иначе ты ему напишешься. Ну, контроль у нас щадящий. На шоколадку. Так, как она переправится из Женевы в Нижний Новгород? Ничего, это мои проблемы уже. В моем случае, в любом случае, шоколадка моя. Акцент, нормальный ход, наверное? Нет. Не вариант, что-то хороший ход. Я тоже пешку на Е5 не удержать все равно. То есть белым надо играть по-другому. Не надо играть на удержание этой пешки. Не, а честно, наверное, черный будет лучше после какого-нибудь хода в Алификс Д7. Ферзь Е6. Это не туда, мне кажется. Ну, почему? Тоже неплохо. Так, а С5 что такое? С5, я думал, на предыдущем ходу. Смотри. А, С1, С5 уже. Да, не очень понимаю. А что задумал, Олег? На конь Д7, например. Ну, ЦД, видимо. Ну, ЦД. ЦД, ЦД и конь Ц6. Ой, конь Ц3. Не, на Е5 упало все-таки. Ну, тогда слон Д6. Ну, тогда ферзь Д6, если надо сдаться. Почему надо сдаться? Без фигур. А, ферзь Д6 без фигур, да. Ну, да. Да, шоколадка не то, что делать. Теперь тут идей нет, с конь Ц3, потом опять, чтобы первых держать до этого поля. Печально. Не знаю, надо что-то искать ему. Может, как-то... Не знаю, ну, конечно. Да, это сработает. Может быть, фигуру нужно просто попробовать разбить? Я думал, где Д1, Д1, где Д6. Нет, это явно не то. Фигуру... В смысле, просто пешку сдать и... Ну, это конечно. Мы же не в пешку играем. Неправильно. Словно, а ты ее вообще не уместить для всех этих идей из жертвы пешки. Олегу, надо критически важно было найти эту идею. Он Д2, Ф5. Ну, Олег ее критически не нашел. Вот он... Да, он пытается сделать что-то похуже, но тут уже момент упущен. Все равно, может, ИФ5 пойти, как думаешь. Ну, выглядит на самом деле... Не, ну, просто на ИФ5 же Ф и Тея была Санна Штейн. То, что ли делать, это... Ну, туда. Ну, хочет, смотри, на... Ну, понятно же, на ИФ побить, побить, побить на Ц6. Нет, там, вот я бы на Ц6. Нет, блин. Ну, Олег пытается как-то от защищаться и сделать ничью при спешке с позиции слабость. Все это довольно умыло. Не факт, что Ладец 8, мне не очень нравится ход. Мне кажется, что Е в простое было сильнее. Ну, ИФ5 тогда, Олег. Да, вот сейчас еще Ладец стала под ИФ5. Он у нас 6-3, кстати. ИФ5, молодец, ты пошел. И Барбара разгорится в этой партии с новой силой. Тереши. Слушай, ну... Сейчас позиция... Не, сейчас, наверное, у белых будет лучше. Потому что С5, Кунь Е4, и все фигуры резко активизируются. Довольно безгралок, как он в голову сыграл. Кунь-то идет на Д6, ребята. Да, сейчас его придется просто находить чудеса. Эквилебристики показывают, чтобы не прыгать в этой позиции. Так, ну, как играть-то вообще? Как будто специально все фигуры подставил под эту идею. Ну, красиво. Ну, самое главное, абсолютно очевидно. А может быть, вообще у Ладзи я в 6-5? Как? Так, ого, ого. Жертву качества. Да, но это, наверное, правильное решение. Был все-таки доказывать, что он не в логовой шмоте. Не берет. Ну, правильно делает. На доминацию играет. Я не уверен, что именно вот Кунь Е4 сильнейший способ сыграет на доминацию. Но то, что не берет, мне кажется, правильно. Солны, конечно, чересчур активны. Разрезают. Посмотри, какие слоны у черных и у белых. Это, конечно, поражает воображение. Да, он хочет поступить в каком-то фигзе наш подзавести. А мне кажется, может быть, может быть сейчас в черном пойти и ферзь А5? Ну, это слишком, слишком далеко фигзе уходит в кольцо фланга. Там, конь-коне Ф6, слона Ф6, слона Х7 такая, опять же, она должна выигрывать, я уверен. Ну, или можно просто там взять на Ф6 и пойти слон С5, ферзя отрезать, а потом уже жертвовать. И ладью через С4 на Ж4 провести. Ну, задумался. Ну, не как, что у белых решающая атака, и просто, главное, не продешевить и не сыграть слишком быстро тут. Мы включим движок или нет? Нет. Принципиально? Конечно. Да нет, ну какой движок? Мы смотрим позиции, комментируем близ. Нельзя движок включать. Будет, в первую очередь, нечестная по отношению к участникам матча. Знаешь, еще... Да и к нам тоже, в общем. Может быть, попытка черных изменять ферзей? А как это сделать? Ну, побить на Е4. А, стал. Ты мне подал одну идею. Причем, я почему-то тогда Волтер не сыграл. Можно же пойти ферзь Д4, шах. И на король ушел, там был ход С5. А, С5. Я же по слону, по слону, по слону, по слону включался. Ну, тут нужно бить, наверное, ну, ферзел? Ну, слоном, конечно, нужно бить. Нет, так ферзел. Белые на атаку играют. Зачем? Как может ферзелить? Я всегда меня ферзелил, тут даже мне об этом в голову не пришло. Ну, как-то нужно прикрикнуть пункт H5. Мне кажется, что черные не держатся тут. Потому что ферз идет на H5, ладианцы 4, потом на G4. Бот, шах. Я не знаю, куда лучше отойти. Король H1. Или на G2, куда лучше. А какая разница? Это на G2, не знаю. Наж 1 как-то на G1. Наж 1 подошел. Так, что это? А, контр-жертва. Ну, ферзел 5, ферзел 5. Ферзел 5, ферзел 4. А, вот так. Олег может сделать ничью, наверное. Нет, может быть ферзел 4. Вот, ферзел 4. Или что на... Извиняюсь. А, точно. Блин, думал ферзел висит. Ферзел 4. Ферзел 4. Может быть, влад... А, владель F7 тоже. Ну, что ж... Да, это он нашел хороший ресурс. Тут белые могут сделать ничью после слова на H7. Но, может быть, не больше. Так. Напали на F7. Да, он играет на атаку. Он не хочет ничью. Я уверен, что Олег видел эту ничью. Слон H7, король H7, ферзел 5. Да, и там ферзел 7, ферзел 5, ферзел 7. Кстати, может, там как-то на победу можно было сыграть в этом варианте. Ну, в общем, момент упущен. Да, и мне кажется, что Олег неплохо сыграл. Тут черном не исключено, что с такой позиции даже... Даже лишний раз, что-то будет не в радость. Потому что, смотри, ферзел идет на F5 следующим ходом, в общем. Да. Видимо, мы надо как-то цепятить, как-то цепей. Ой, ой, ой. Верзел 5, что по что на ферзел 5? Ну, цепятить, очевидно. Что еще делать? Я не знаю, что тебе надо спешить. А что еще было? Дед Д1 был? Дед Д1 был сильнее ход. Наверное, Д1 выигрывал. Потому что потом слон Д6, только потом ферзел 5. Ну, ладно, это простительная ошибка, но не исключено, что теперь, кстати, Олега нет выигрыша. Потому что если черный, тебя подного сцена заморозят, позиции же не такая плохая будет. Ну, цепят найдено. Ну, а она безысходности найдена. Ну, ничейка всегда, по-моему, у нас есть, нет? А где? Ферзел 6, 7 надо играть. Нет, где ничейка? Нет, ничейки. Ну, я не вижу. Я полнирую на ферзел 7, слон G6. Да, не исключено, что ферзел 5 было грубо ошибкой. Хотя, ход, но прошелся. Ну, слон Д1, надо было Д1 находить один. Не, ну, и тут, может, не так плохо. Ну, слон С1 надо играть, включать второго слона, раз его эту диагональ не шили. Значит, слон должен на А6 куда-то идти, чтобы создавать проблемы. По-моему, это логично. Ну, согласен. Ну, нужно еще найти вот это, Солнце 1. Ты, ТРА фигурами здесь не пробьешь. Нужно А4. Вот стоял бы Ферзел на другом месте, Солнце 1 убивал бы. Не, ну, потом покажем на движке. Мне кажется, что позиция была выиграна, и Ферзел 5 Олег сильно поторопился. Да. Ну, Вова, конечно, сделал... То есть, показы, передники, видимо, обменялись одной грубой ошибкой. Очень грубой. Ферзел 5 и Олег С8. Походу, он очень слабый. Ну да, Солнце 1. Нашел Солнце 1. Довольно долго искал, но главное, что нашел. Не, ну это все равно, это уже не гарантировалось никаких хороших последствий. Просто так надо было играть, иначе вообще ничего бы не осталось. Ну вот, не дали Солнце 6. Не дали. Да, тут уже не очевидно, что делать. Ну, может, да, после КСОН же 5, Ферзел 5, уплотнится, и все равно компенсация довольно много. Белые подосильные. Но Олег очень долго думает. Солнце 5. И очень какие-то ликоя выходы делают. Ну, а что за Солнце? А, Солнце 6 не пойдешь, да? Ну, сейчас будут слоны резать, будут, я верю. Ну, как-то никак не решить в эту сторону, не имеешь. Ну, просто если вообще сладюберет, угадает на Д6, в чем где-то? Ну, согласен. Не, ну, словно Е4 лучше стоит, он держит все шахи, блокирует там кого-то. А сейчас куда? Ну, куда его не придет, не помню. Ну, пока... Ну, понятно, что довольно много интриги еще у Белых инициатива за качество, и во имя обоих мало. Ой, под Солнце 5 же. Ну, да, что-то я не знаю, зачем он подстарался под это. Ферзь Д5 шах, видимо, имеется в виду. А так? А зачем он это сделал? Скинули качество. А зачем? И что у нас получается? 4 в 4? Ну, да, но Белый теперь лучше. А, аргумент? Шах? Плохой король у черных. А у Белых тоже плохой король, но не до такой степени. Король на Аш-3. Неужели ничья? Король на Аш-3 убежит. Нет, мне кажется, Олегу надо играть на победу. Нет, ничего. Неплохой результат для нас, с одной стороны. С другой стороны, вот покажи. Давай посмотрим партию с движком, теперь можно. Первый год, первая. Ой, вторая партия.